Будет нас больше, они еще на большие уступки пойдут. А когда мы выйдем в сотни тысяч, тогда ситуация будет по-другому. И мы можем развернуть эту массу и повести в нужном направлении. Сегодня они будут только обещать. Реально учите, даже наши собрания, они результата сильного не дадут. Поэтому что можно реально сделать? Реально только можно будет сделать. Объявить всероссийскую стачку, остановить предприятия, дороги и основное, перекрыть газовые и левтяные магистрали. Но только тогда они что-то поймут, тогда они задергаются. Вы не поставите условия. Пока не уйдете, не будет перекрытия не все магистрали, а неустойку, которая за границей пойдет из карманов этих переброских гадов. Вот тогда они первые же самолеты, аэровалют из России. И тогда уже ситуация будет по-другому. А в принципе и сегодня власть, и сегодня ваша власть. Сегодня здесь находятся люди честные, порядочные, не то что эти жулики, которые и сегодня находятся. И здесь масса людей, которых сейчас можно поставить на ключевые посты в России. И они поведут вперед ее к победе. Только так можно что-то сделать. Но нужно учесть, что первое, все наши проблемы, что они экономические и все завязаны на политические вопросы, которые в первую очередь надо решить. Без решения политических вопросов, которые перед нами стоят, которые как стром, которые самое узкое место, они не дадут нам дальше двигаться. И основная первая проблема политическая, это связанная с этой думой, с этим Советом Федерации, который вообще неизвестно, что он там делает. Сидят там какие-то выкормыши, которые только деньги получают за наш счет, там за хребетники на нашей шее сидят. И поэтому мы знаем, что политическую систему менять, а мы знаем не просто вот вышли, покричали и разошлись. Мы знаем, что конкретно надо делать. Сейчас первое, чтобы был срок депутата, не очень двух сроков был, депутата президента. А то там некоторые сидят, чтобы... Молодец! Но этот гад молчит о том, что нужно делать выкормы судей. За их спину есть ряд судьи, которые судят нас каждый раз, несмотря ни на что, и бросают в тюрьму. Бывает, когда суд наших 15 свидетелей за нас наступает. Один милиционер, который, как я предполагаю, врет, и она принимает его решение. Почему я не могу заверять милицию? Вот так вот они сегодня работают на эту власть. Они сегодня кормятся с руки власти. Поэтому нужно что сделать, чтобы суды и судья были только выборными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!